Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В отчете, представленном на конференции Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям, ICMID 2021, описывается случай 29-летней женщины, которая обратилась в больницу спустя 14 месяцев после процедуры увеличения игодиц. Так называемые филлеры используются для подтяжки и увеличения игодиц и различаются в зависимости от марки. Они предназначены для придания формы без необходимости полного хирургического вмешательства. Инъекционные препараты часто являются более дешевой альтернативой хирургическим процедурам с использованием имплантатов. Согласно отчету, пациента обратилась в больницу с тошнотой и абсцессом на том месте, куда был введен препарат 14 месяцев назад. У женщины также развилась инфекция в жировом слое под кожей. Медицинские работники выяснили, что инфекция была вызвана стафилококкус лакдунинзис и псудомоносоризихобитонис, причем последняя бактерия крайне редко вызывает инфекции кожи и мягких тканей у человека. Пациентки назначили антибиотики, а через несколько дней удалили 500 мл мертвой ткани и наполнителя. Спустя 18 дней после госпитализации ее выписали, и после шестинедельного лечения антибиотиками женщина полностью выздоровела. Исследователи точно не знают, почему инфекция возникла через год и два месяца после операции, но это, вероятно, произошло из-за бактерий, прикрепившимися к поверхности введенного препарата. К счастью, лечение несложное из-за низкого уровня устойчивости к обычным антибиотикам. Тем не менее, этот случай служит напоминанием о том, что важно выбрать пластического хирурга с хорошей репутацией, заключают авторы отчета. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.